Наше доброе-доброе утро с невероятным видом на невероятные горы. Сегодня мы отправляемся в новое необычное место. Это пустыня. Пустыня называется Вадирам. В ней было снято огромное количество разных фильмов про Марс, про нашествие пришельцев и так далее. Поэтому отправляемся вместе с нами. Уезжаем с Мариотт Хотел. Мы сегодня были именно здесь. И едем в другое место. Ну все, ребят, мы уезжаем с Петры. Виды, конечно, тут фантастические, классные. Вон, посмотрите, как красиво. Сейчас едем на пустыню. На знаменитую пустыню Вадирам. Всем привет, ребят. Мы уезжаем из Петры и едем в отель Пузырь. Я вообще, баба, отель, я так переживаю, короче. Не переключайтесь, едьте с нами. Поехали. Мы едем мимо горы, тут выпал снег. Надо бы представить, как высоко заехали. То есть мы настолько высоко и, в принципе, настолько холодно, что даже снег в горах ниже. Ребят, ну что, мы приехали уже в пустыне. Здесь надо сейчас купить билеты. Пять динар с каждого человека. Заезжаем уже на Вадирам. И там мы уже едем заселяться в наш отель. Бабл отель. Ребята сели вот в такой вот джип. Он старый, да, Милан? Капец такой. Вторая хотелка, смотрите. А там вон у нас сидит деда и мама. Смотрите, у меня здесь волшебный эликсир. А это телепорт. Вот так вот открываешь зеркало, и мы издание телепортируемся. Мы сейчас едем дальше в наш отель. Как вам в джип ехать? Ну, да, мне кажется, честно говоря, что он был на Великой Отечественной войне. Этот джип? Ну что, ребят, все еще едем по пустыне, в Адирам. Пока я нашего отеля не вижу. Вот такой у нас тарахтающий джип. Я боюсь, что мы будем жить в горах. Ну, не в горах, мы будем жить в пустыне. В песке тебя зароем, это будет твое одеялко. А мы продолжаем ехать. И тарахтеть. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Вон, ребята, наши отели, видите? Сейчас остановимся и узнаем. В общем, вот он отель, в котором мы сегодня будем ночевать и жить. Он находится прямо в самой пустыне непосредственно. Вот в таком вот панорамик номер мы будем ночевать. С видом, с возможностью смотреть ночью на солнце. Ой, ночью на солнце, как нелогично. На звезды. Сейчас хотим пойти попробовать попить чаек, покушать. И поедем уже, посмотрим саму пустыню. Репортаж с места событий. Вероничка ведет репортаж. Смотрите все на канале Family Box. Влог. Влог, да, между прочим. Пытаемся найти здесь ресторан. Чуть дым запахнуло. Наверное, не сошлык, а шишки бапу жарят. Шишки бапу. Классное место. Ой, смотрите, вот такой у нас будет ужин. Видите, как в земле готовится. А потом будут из земли доставать. Оно весь день готовится, а ночью достают. Рис и мясо. Ужас. А может грязное все, с червями? Нет, внутри там все чисто. Я видела у Клушкина, что он ел это. И он сказал, курица как курица, а картошка слишком пересоленная. Да, только он не это ел, дочь. Нашли мы, наконец, кафе в пустыне. Это довольно тяжело. Это же пустыня, ребята, пустыня. Прикольно, прикольно заходить, заходить. Класс. Это реально скалы. Это вот, это вот, да, 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 не для красоты, а вот реально с ума сойти. Такое вот необычное кафе, в котором мы будем завтракать завтра. И сегодня у нас включен ужин. Очень необычно. Мы ждем машину. Нам сказали, получится ждать. Смотрите, ребята, как я могу. Так. Ой-ой-ой. Даня тут развлекается. Катается на горках. Да. А мы ждем машинку. Сейчас к нам приедет машина и поедем кататься по пляжу. Хотела сказать, я по пустыне. Я сейчас буду снимать лайки. Лайки. Собирайте подписывайтесь. И в тикток сейчас буду тоже снимать. Машина за нами приехала. Мы сели. Несмотря на то, что на улице немножко даже жарковато, мы одели теплые куртки. На Милане папина. Теплые куртки. Сейчас едем. Первая остановка. Наши песочные дюны. Остановили нас на первой остановке. Так вот выглядит песчаная дюна. Тут надо просто подниматься по песочку. Очень тяжело это делать. Вот. Ну а здесь именно то место, где снимали фильм «Марсиане». Вообще, именно пустыню Иордании полюбили кинематограф. И здесь очень часто снимают про пришельцев, про Марс, про какие-то вторжения и так далее. Это все здесь. Вот. Ну а мы сейчас пытаемся подняться на самый верх и посмотреть, какой там оттуда будет вид. Мы забрались на самый верх. У нас тяжело забираться, знаешь. Смотри, мама. Ой, это было зря. На меня весь мусор посыпался. В общем, мы пришли. Вот она красота. Посмотрите, вот прям по кругу можно смотреть. И везде пустыня, пустыня. Так красиво. А еще тихо-тихо. Ну еще бы здесь не было никаких магазинчиков с машинами. Прислушайся. Я слышу голос арабов. И все. Спустились мы сверху. Ногами, ногами просто обычные. Обычными ногами, ну иди обычными ногами. Мы приходите за воровник, если ты такая гора песка. Давай сюда носки, чтобы ты их не потеряла. Тебе хорошо? Ну давай вторую. Обалдеть. Это так приятно. Это приятно? А вы пишите, ребят, в комментариях, любите вы по песку ходить или нет. Я обожаю. Босыми ногами. Класс? Мягкий, нежный. Смотри, камни под низом могут где-то попасться тебе острые. Спускаемся, едем дальше. Сейчас нас ждет каньон. Мы приехали к следующей остановке. Это каньоны. Сейчас идем смотреть, что там внутри. Милан, как будто, знаете, мне кажется, как будто это мороженое. Да, или мороженое. Крем стекает, реально. Да? Из торта какой-то такой. Шоколадный фонтан. Класс. Блин, вообще не верится, что природа может делать такие вещи. Мы пришли к каньону Кхазали. Здесь есть древнейшие иероглифы, петруглифы. Нарисованы животные, нарисованы люди и все внутри. Пойдемте смотреть. Я боюсь. Ой, как красиво. Понятно. Теперь я поняла, почему по верху надо идти. Вон там на скальной рисунке, но их не видно, наверное, на камеру будет. А мы идем потихонечку. Потихонечку идем дальше. Иди в сторону папы потихонечку. Так, папа, что ты там увидел что-нибудь? Какие-нибудь рисунки? Надо найти три рисунка. Почему три? А вот смотрите надписи. Вон там, зайчонок. Высоко. А вот здесь вот есть просто иероглифы различные, письменности. Не знаю, вам хорошо видно или нет, но это есть. Просто она вся исписана. В общем, мы посмотрели каньончик. Мы не пошли дальше? Дальше не пошли, там была вода. И пройти с детками было невозможно. Поэтому мы идем обратно. А то есть ты считаешь, там внизу воды нет? Логично. Пойдем дальше. Пойдем дальше, может быть, нам что-то еще интересное покажут. Наша следующая остановка, это арка. Сейчас мы обойдем ее и смотрим, как сюда залазить. Вот. А Данюшка у нас остался там, в песочек. Залезли. Слушай, ну мне кажется, тут очень красиво. Хотя после того, как мы уже были наверху, примерно то же самое, да? Так, Милана в старинном доме. Вот так не надо делать? Зачем ты ломаешь? Положить туда, где лежала? По крепости, да? Да, это крепость красивая. Пойдемте дальше. Мы, в общем, тут поднялись. И тут необычные такие какие-то постройки. Вот, смотрите, оно все вот в этом. Я так понимаю, это строили местные, да? Зачем? Ну, я не знаю, ведь явно из-за ветра оно все падает. Но, посмотрите, как. Я тебе хотела давно показать. И вот там камни вот это, вот это, вот это, вот там. Да, 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 да. Может быть, они так тоже сделали? С ума сойти, смотрите, как много этих построек. Прикольно. Они явно падают. Мне тоже кажется, что они падают. Их просто каждое утро они строят. Для красоты. А вот это все плое? Представляете? Остались там внизу. Ой, баба, деда, папа, Даня. Мы с Милан только вдвоем остались. Самые активные. Залезли вот сюда. Слушай, интересно. Смотри, Милан, тут какие-то, видать, древние племена жили. Тоже вот эту дорогу строили, да, из камушков? Ну, на каждой дороге, вот это, вот какие-то, а не замки строят. Вот это вот. Кто-то песочные замки строят, а кто-то каменные, да? Прям необычно. Блин, а вот это на полочках у них тоже стоит. Внутри, да? Да. Что это за камни? Ну, люди откуда-то возвращают, потому что там что-то какое-то. Пойдем. Там какой-то красивый вид, и можно посмотреть на него. Здесь тихо-тихо, и такое ощущение, что здесь только мы. С камнями. С камнями. Остановись, глянь. Смотрите, мы, короче, на машине подъехали вот сюда. И сейчас будем спускаться на этой же машине вниз. Боже мой, я даже не знаю, как мы будем это делать. Дань, ты уверен, что ты сможешь? О, а баба наша фотографируется в это время. Ребята, сейчас будет очень опасный спуск. Мы будем сейчас спускаться вниз. Вау, ну все нормально. Кому спасибо. Мы собираем деревяшки. Всей дружной ватагой. Нас привезли сюда на солнце-закат. Сейчас в течение 25 минут солнце должно сесть. Нам предложили попить чай, но для этого сказали, давайте разводить костер и собирать дерево. Поэтому мы сейчас всей дружной компашей собираем вот такие вот деревяшки. Ну, вообще любые. Хворост одним словом. Для того, чтобы разжечь костер. Костерчик. Гори-гори, ясно. У нее еще ноги спутанные. Do you need more wood? If you want. Можно еще, если хочешь. Вот у нас будет стоять, кипятиться так чайник. Так вот мы будем сейчас провожать закат и пить чай. Ребята, последние лучики. Очень быстро солнышко ушло. Раз. И все. Закат. Все. Представляете? Посмотрите, какая невероятная красота. Да, просто волшебно. Класс. Я тоже сняла в инстаграм, ребятки. Синие лучики. Супер. Смотри, что делает дядя. Вау. Будете кататься? Да, да. Ого, да ты красота. Даня, только ты близко к нему не подходи, а то еще он вдруг укусит. Смотри, у меня такой же есть. Да ты красота такая. Ибитникуся. Ух ты. Разговаривает чему. Поудобнее одень. Против, против, да? Ругается чуть-чуть. Он плачет. А вот еще верблюды. Нас привезли сюда. Уже совсем рядышком с нашим отелем, чтобы ребяток можно было покатать. Душатки, ты такой, плакай. Он не хочет на ветер. Ну, наверное, да. Даня, выровняешь? Данюша, сидишь? Я не могу. Я боюсь. Вы так хотели покататься. Теперь уже не хотите? Пойдете понемножечку. Данечка, держишься хорошо? Я держусь хорошо, пожалуйста. Я сейчас, дядя. Ты печете волк. Тебе удобно? Да. Правда страшно. Ну, ничего. Главное, чтобы вам удобно было. Даня, тебе удобно? Ты не падаешь там? Такое ощущение, что ты в ту сторону падаешь. Нет? Нормально? Крепко? Даня. Ну, вас далеко не будут возить, и это нормально. Тебе нравится трогать? Скажи, спасибо, что покатал меня, да? Ух ты. Ты что, спать лежишь? Ой. Ой. А, он берет что-нибудь еще покушать, пожевать. Ну что, поехали в отель? А вот же он. Ну, до него доехать надо. Пошли. Это тебе не док. Мы зашли в наш номер, в наш шарик, так скажем. Сегодня мы будем жить и ночевать здесь. Кроватка тут одна, диванчик тут раз-два, пару стульчиков, еще диванчик, здесь можно приготовить себе кофе и чай, и, в общем-то, и все. Но фишечка этого номера вот в этом вот виде. Более того, можно смотреть ночью на звезды, здесь вот можно смотреть на горы, а снаружи он выглядит вот так, как шарик. Вот так. У-у-у, тут эхо есть еще, помимо всего прочего. Приветики. Привет, мы с Даней там играем. А, рюкзаки же там у бабы с деда. Да, рюкзаки у бабы с деда остались. Пойдемте к ним тогда. Ну, вы можете сходить, постучаться. Вот так выглядит наш лагерь вечерний. Здесь шикарно. Ну, что я могу сказать, ребята? На этом наш необычный отдых, точнее так, влог об необычном отдыхе заканчивается. Завтра мы уже улетаем домой в Москву, поэтому смотрите следующий влог, как мы возвращаемся домой, что нас ждет, какие интересные моменты. Ну, а мы на сегодня будем с вами прощаться. Пока-пока. Пока-пока. Надеюсь, вам наша пустыня понравилась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok